Все это нельзя решить стандартными какими-то проблемами, поэтому в каждом городе должны быть инноваторы, в каждой школе люди должны пробовать что-то новое, и это должно просто стать как воздух частью нашей жизни. Скажите, у вас все-таки такая оптика немножко измененная, да? Вы понимаете, с чем можно сравнивать, и вы какие-то видите, не знаю, такие особенности, которые можно использовать во благо, да? Или наоборот, что-то нельзя исправить, вот, исправить таким путем, вот, посторонним, да, со стороны, вот, таким дополнительным образом, как ребята пытаются в российской системе образования, ну, относительно американской тут же? Ну, во-первых, нужно, конечно, уходить от простых оценок, а вот российское систем образования, она хорошая или плохая? Да, она хорошая, да, и она и плохая, то есть нельзя сказать, что там, знаете, если вы посмотрите, думаете, что у нас катастрофа, на самом деле, конечно, катастрофы нет. Уровень образованности населения у нас не снизился по сравнению с Советским Союзом, у нас ничего этого не было. Значит, несмотря на двойной негативный отбор, тем не менее, у нас есть достаточно качественный корпус учителей, которые ставят в Россию, ну, в более-менее конкурентоспособное, так сказать, положение в мире, да, поэтому вот это есть. В то же время у нас есть колоссальные проблемы. Одна из них в том, что вот у нас недостаточно финансирования образования, второе в том, что системы таких государственных стандартных школ, они не очень восприимчивы к инновационности, это нужно менять, конечно. Ну и третье, что нам нужно открыть вот эти все множество дверок, чтобы люди со всех областей жизни в образовании участвовали, чтобы они там проявляли свое творчество, чтобы какие-то делались деньги, чтобы были механизмы помощи. Но вот образование — это ключевая отрасль. Да, это не нефть на самом деле. Нефть кончится, образование не кончится никогда, потому что можно новых детей понарожать и их снова научить. У меня такой короткий блиц вопрос ко всем. Вы останетесь в образовании как в таком проекте, который будет продолжаться, как в бизнес-проекте? Или это такая какая-то история, случившаяся с вами на этом этапе жизни? Спасибо. Я думаю, что я останусь. Я знаю, что еще можно хорошего сделать и в этой стране, и в образовании вообще в принципе в мировом. Я уверен, что это будет полезным. Елена? Я бы очень хотела остаться и как раз вступить в эту фазу бизнес-образования как бизнеса, как социального предпринимательства. Я пока что ищу. А Андрей, может быть? Мне это интересно, поэтому я планирую остаться. То есть вы хотите дальше это развивать как некий бизнес-проект, да? Или внутригосударственную историю? Да, либо внутригосударственную, либо уже пытаться выходить на международный рынок. Валерия? Да, я однозначно останусь. Это моя миссия. Помимо LifeCamp я еще делаю много интересных проектов на базе школ. И пока я его не изменю, я буду в нем. Спасибо всем. Мы сегодня обсуждали инновации в образовании, которые, возможно, действительно как-то изменят российское образование в лучшую сторону. Готовые проекты представляли участники конкурса инновации в образовании, который проводит Институт образования высшей школы экономики. Андрей Кириллов, Вадим Ковалев, Валерия Андросенко, Елена Ерманова. Также принимали участие директор конкурса Диана Королева и директор департамента образовательных программ Института высшей школы экономики Александр Сидоркин. Дела программы Тамары Лилинкова. Дела программы Тамары Лилинкова.